Горские инициативы Горские инициативы Горские инициативы Это сообщество, которое занимается организацией социальных мероприятий. У нас цели абсолютно бескорыстные. Мы хотим проводить что-то позитивное и интересное, чтобы как-то разнообразить жизнь в нашем городе Северодске. У нас есть мероприятия велосипедные, у нас есть мероприятия субботники, а также мы в декабре 2014 года активно сотрудничаем с нашей библиотекой. И вот я вам расскажу, как мне удалось подружиться с той же библиотекой, с ГАИ, с нашим исполкомом, то есть и как вам в будущем, возможно, если у вас есть какие-то идеи, тоже подружиться с этими чиновниками. Я их так, в общем, словом назвала. То есть это какие-то директора, начальники, не обязательно это люди из исполкома. Вообще, почему пришла идея такого именно доклада о взаимодействии с чиновниками? Потому что совсем недавно наши знакомые, у которых есть такой свой любительский клуб настольных игр, захотели сделать себя официальным, захотели, чтобы им дали какое-то помещение, то есть как-то заявить о себе. Ну, я им сказала, вот, сходите в библиотеку, расскажите свою идею, вам все дадут. И вот парень сходил и пишет. Мне сказали пойти в исполком, заполнить там бумажку, прийти в тот кабинет, туда-сюда, и, в общем, у него весь запал энтузиазм пропал. То есть он не захотел сделать первый шаг, пойти в исполком, а сразу забоялся и сдал... Бюрократия. Да, то есть его испугала вот эта бюрократия. И я вам сегодня хочу, так сказать, целью моего доклада это разрушить миф о неприступных чиновниках и вдохновить на создание собственного проекта мероприятий сообщества. То есть чтобы люди не боялись чиновников, чтобы они к ним шли и додеть свои мероприятия в облачании. Для начала давайте разберемся, кто вообще в городе организовывает мероприятия и зачем. Есть такой урбанец, Святослав Муранов, который исследует город, какие-то городские сообщества, вообще, как люди взаимодействуют с друг с другом в городе. И вот он задал свой цель разобраться, какие системы в городе существуют, как они влияют друг на друга, влияют на население. И вот он выделил три основных системы. Это власть, бизнес и городские сообщества. Понятно, что власть это самая влиятельная структура, и они тоже выступают организаторами мероприятий. Как это может быть удивительно. Но те же праздники города, День шахтера, мероприятия, которые проходят где-то у нас на площади, то есть общегородские, это организует наша власть. В посполкоме есть отдел культуры, есть штат сотрудников, которые эти все мероприятия организовывают. Бизнес, он зачастую выступает скорее спонсором мероприятий, то есть в Белкалии выделяет средства на салюты, на День города, на артистов. Также они проводят без себя какие-то мероприятия, у нас на своем предприятии. Но сегодня мы сделаем акцент на городские сообщества, потому что мы скорее относимся к ним, то есть мы не чиновники, не бизнесмены, мы простые люди. И городские сообщества, что это такое? Может, вы вообще не сталкивались с таким термином. Городскими сообществами называются структуры, организации типа клуб литераторов, клуб тех, кому за 30, клуб любителей животных. Вот у нас есть салюгорские любители и представители. Или, допустим, наши городские инициативы, это городское сообщество. То есть это объединение людей по интересам, которых объединяет какая-то общая цель. Вот тот же клуб настольных игр, или там клуб любителей бардовской песни, все что угодно. У нас даже есть очень чудесный клуб «Нам рано жить воспоминаниями». То есть какие-то бабочки собираются, и это интересно. И проблема вся в том, что очень часто эти городские сообщества, они не открыты, они закрыты. То есть есть вот это сообщество «Нам рано жить воспоминаниями», «30 бабушек», они собираются там в водородской культуре, общаются, пьют чайок, и вот все. И никто о них не знает. Мы же хотим показать, что городское сообщество может проводить мероприятия для всего города. То есть какие-то маленькие сообщества, там, тех же велолюбителей, могут организовать огромный велопробег общегородского масштаба. То есть мой призыв, моя цель — раскрыть эти городские сообщества, чтобы они взаимодействовали с друг другом и не боялись говорить о себе и проводить какие-то мероприятия. Почему родился миф о неприступных чиновниках? Я сама пыталась разобраться, почему реально люди так боятся власти. Когда я в прошлом году делилась с людьми своей идеей, что я хочу открыть в библиотеке что-то типа антикафе, куда люди могут приходить, общаться, пить чай, проводить какие-то лекции, смотреть фильмы, на меня все смотрели такими глазами и говорили, «Ты что, ты там никому не нужна, и вообще, что ты туда суешься со своими такими идеями?» Но я стояла на своем, и спасибо Инису Лазареву, он поддержал мою идею. И мы пошли в библиотеку, и на удивление встретили очень радушный взгляд, и с энтузиазмом библиотека и нас приняли. И вот сейчас мы с декабря уже провели очень много мероприятий. Библиотека не нарадуется, что мы к ним приходим, они довольны. И в это же время довольны люди, которые к нам приходят, потому что им нравятся наши мероприятия, нравится атмосфера, то, что они могут прийти, расслабиться, пообщаться, интересно провести время. Так и вот почему люди меня отговаривали? Я вот пыталась в этом разобраться. И вот у меня... Красота, дорогая, чиновники, наверное, какие-то выглядят, какие-то. То есть люди даже не знают, кто это, как они выглядят. То есть люди думают, да, власть, нет, мы не пойдем, нам там ничего не разрежут, нас там никто не ждет. И вот городские сообщества я так грубо разделила на две категории. Это коммерческие, которые преследуют какую-то личную выгоду. И не коммерческие, это бескорыстные. К коммерческим можно отнести какие-то религиозные сообщества, политические сообщества или какие-то бизнес-сообщества. Почему они коммерческие, ну, вспоминаю ту же библиотеку, нас сразу спросили, а вы не оппозиция, а вы не свидетели его? Потому что к ним приходят люди, которые именно какие-то свои личные интересы преследуют. И обычно, ну, им отказывают. Не коммерческие, они обычно, как бы, лично, как бы, благие цели преследуют. У них нет никаких денежных, там, намерений. То есть они просто свое удовольствие проводят. И, по моему мнению, миф родился как раз-таки из-за того, что коммерческие сообщества часто получают отказ, у них какие-то конфликты с властью, где-то там разогнали политическую акцию, где-то разогнали там, не знаю, может, Кришнаитов там люди не любят на улице. Из-за этого создается впечатление, что у нас ничего нельзя. Допустим, где-то, словно, разогнали акцию оппозиции. Я ничего там про политику не имею в виду, просто пример. Разогнали где-то акцию, даже не обязательно оппозиции, любую акцию. Тут же об этом написали СМИ, об этом же трубят по всем каналам, запретили мероприятие. И у людей тут же складывается впечатление, что у нас ничего нельзя. У людей паника, что нельзя выходить на улицу, нельзя ничего делать. На самом деле это какой-то один случай в год, что когда-то там загнали акцию. А в остальное время, в принципе, мероприятие проводится. Если приходит сообщество без какой-то корыстной цели, то он всегда зеленый свет на все мероприятия. И есть очень много примеров, когда приходили те же байкеры наши солигорские. У них открытие сезона на площади, закрытие, там им все разрешают. Какие-то автофестивалы на земле молодежи. Те же наши велопробеги. То есть нам все разрешают. И главное сделать все правильно и полно. И, собственно, пойду в теории к практике. Как же все-таки получить то самое разрешение, чтобы акцию не разогнали, мероприятие не разогнали. Потому что вот был, опять же, такой случай из личного опыта. Наш самый первый велопробег мы проводили. Он был согласован в исполкоме, все как положено. И мы, финиш у нас был на поляне на родниках. Возле дачного поселка Тычины. И мы там играем в волейбол, отдыхаем на солнышке. И смотрим, приехала милиция. У людей сразу же паника, страх. Люди здесь пугались. Начали там что-то суетиться. И я тоже испугалась. Но, что удивительно, они к нам даже не подошли. А все потому, что мероприятие было самосовано. Мы ничего не нарушали. А оказалось, что милицию вызвали просто там пенсионерки, которые там живут. Они испугались, а кто-то приехал. То есть милиция приехала, но ничего она не сделала. Потому что все было официально согласовано. То есть это я к тому, что не нужно бояться, что придет милиция и вас разборит. Если у вас все согласовано, все будет в порядке. Ну и практики. Давайте такой небольшой интерактив. Чтобы не быть билосновными, придумаем какое-то городское сообщество, которое пришло к исполкому и хочет что-то сделать. Может, у вас есть идея. Есть там сообщество бандов, есть там сообщество любителей котиков. Какое придумаем сообщество? Алкаши. Ну, это не очень неопустимо. Воздушный шар выпустим, давайте. Хорошо. Сообщество любителей воздухопламы. Воздухопламы, да. Отлично. Первый шаг, который нам нужно сделать. Вот собралось 10 человек. И у нас идея. Вот мы любим воздушные шарики. Ребята, давайте соберемся, устроим фестиваль воздушных шаров. Что нам надо для этого сделать? Чтобы все было официально. Первый. Первое, что нужно сделать, это не бежать сломя голову куда-то с полком, а сесть и своей командой расписать на бумаге, кто вы и что вы. Написать. Мы сообщество любителей воздушных шаров. Наше описание. Мы любим воздушные шары, потому что они красивые, они тают. И нас это объединяет. Наша задача. Мы хотим показать людям, что воздушные шары это классно. И это занимает себе настроение. И то есть где-то на одну страничку вы описываете концерт из своего сообщества. Это ваш документ такой. Не заверен ли, но документ. И с этим документом вы уже идете к чиновнику. Конкретно у нас в исполкоме это отдел идеологии. И есть там в нем Наталья Николаевна и Атсуба. Она отвечает за молодежь. Если надо, я дам контакты. Она открыта для всех начинаний. Идем к ней и даем эту бумагу. И рассказываем, что в том. Для чего нужна эта бумага? Почему я делаю на ней такой акцент? Чтобы вы могли эту бумажку оставить им, в исполкоме. Чтобы где-то через неделю они такие наткнулись на ней. О, у нас же есть воздушные шары. Или где-то на каком-то собрании они могли сказать. О, у нас вот молодежь предложила идею. Идут, достают бумажку, и у них есть что рассказать. То есть этот документ, это займет у вас 5 минут составить эту программу. Но поверьте, это будет вам очень в плюс. Второе. Когда мы дали им эту бумажку, мы уже презентуем свою идею на словах. И расписываем во всех красках. То есть сидит чиновник, смотрит на эту бумажку, а вы словами уже расписываете. Вот мы такие, у нас вот 10 человек, мы любим воздушные шары. И у нас вот есть такая идея. И расписываете во всех красках, что вы хотите сделать. Вот мы хотим фестиваль, мы хотим позвать музыкантов, мы хотим позвать танцоров, мы хотим там продавать кофе, чай. И у нас все будет весело, и всем очень понравится. То есть нужно у всех ярких красных описать, почему это классно, почему ваше сообщество должны одобрить. Здесь вот в секрете, как провести удачно и расписать это сообщество так, чтобы чиновнику понравилось, и он заинтересовался. Это из личного опыта. То есть я делюсь тем, что помогло мне. Первое. Это ваши идеи должны быть выгодны обеим сторонам. Что это значит? Мы приходим, я вернусь к нашему сообществу, городским инферативам, мы приходим и говорим, мы хотим убрать лес. Это выгодно исполком, кто-то уберет лес, и это выгодно нам, потому что нам нравится убрать лес, мы как-то проведем хорошо время. Или в библиотеку мы приходим, говорим, вот мы молодежь, мы хотим у вас проводить мероприятие. В библиотеке это выгодно, потому что им будет в плане написано «У нас работа с молодежью классная делать». То есть у них куча мероприятий, а сейчас и более год молодежи. И всем очень выгодно работать с молодежью. Ну, может без слова «выгодно», оно коммерчески звучит, но вы должны им полезны быть. То есть, скажем так. Точно так же с ГАИ. Мы приходим, говорим, мы хотим провести велопробег. Для ГАИ это галочка, что они ведут работу с велосипедистами и улучшают статистику по правонарушениям. Для нас это выгодно, потому что мы можем собраться и покататься официально с сопровождением ГАИ по главным улицам. Второй очень важный пункт – это говорить языком решений, а не проблем. То есть мы приходим к чиновнику и не говорим, ой, вот вы знаете, у нас в городе так все плохо, у нас тут лес грязный, вообще для молодежи ничего не проводится. Вот давайте, ребят, в исполкоме вы сидите что-нибудь проведите. Такое отношение сразу отталкивает. То есть человек сразу думает, я все-таки работаю здесь, в исполкоме, не зря я тут работаю, что ты меня тут будешь учить? То есть нужно приходить и говорить так. Вы знаете, у нас в лесу грязно, но это не проблема, мы хотим прийти и убрать. Вот нам нравится так проводить время, мы там проведем мини-фестиваль, уберем лес, и всем будет хорошо. И исполком говорит, окей, ребята, молодцы, вот вы увидите проблему и не просто ее озвучиваете, а еще и решаете. Вот. Третий пункт, это тоже из личного опыта, пройти проверку каменного лица. Когда мы приходим к какому-то директору, или исполком, то обычно мы встречаем чиновника, который развалился в кресле, ну, не всегда, и с каменным лицом такой смотрит, с видом, ну че, че ты пришел? И вот я это назвала каменным лицом. Этого бояться не надо. Это тоже стереотип, что чиновники у нас такие сидят, ничего не делают, и никого не хотят видеть. На самом деле, это абсолютно психологический момент. Вы пришли к человеку, человек вас не знает. Он не знает, что у вас за идеи. И его естественная реакция сначала вас выслушать, вот с таким безэмоциональным лицом. Через пять минут, поверьте, он увидит, что вы адекватный человек, что у вас хорошие идеи, позитивные. Через пять минут он уже будет сидеть, улыбаться и заинтересованно спрашивать, а что, что вы придумали. То есть, вот эти пять минут нужно переждать, потому что человек вас оценивает, он проверяет вас. Адекватность, грубо говоря. И вот это каменное лицо нужно проверить. Проверить. Через пять минут все будет хорошо. Четвертый пункт, это играть по правилам организации, в которой вы действуете. Допустим, опять берем библиотеку. Мы приходим, они нам говорят, так, пожалуйста, не портите нам ламинат. То есть, не двигайте там стулья. Не жгите свечи, не жгите благоволие, потому что нам пожарная безопасность. Пожалуйста, в шесть часов вы должны зал освободить. И мы не приходим, мы не качаем им права. То есть, вот мы будем жить в благоволонии, или тут будем порт с льна. То есть, если мы будем так поступать, то нас измельцы через неделю не увидят. Или те же гаишники. Пожалуйста, не выезжайте на встречную полосу. Пожалуйста, ведите себя в колонне, адекватно не лихачьте. Едьте строгим маршрутом, который вы заверили. То есть, это правила, которые, как бы, по умолчанию. Их не нужно нарушать, потому что вы только себе хуже сделаете. Ну, и последний пункт – это быть доброжелательным и не бояться озвучивать свои идеи и предложения. В принципе, может показаться, что это пункт такой абсолютно очевидный, но многие, когда приходят куда-то к вышестоящему чиновнику, то почему-то по умолчанию начинают его бояться, потому что он вроде как врачальник. А на самом деле это такой же простой человек, и нужно стараться всё-таки на равное с ним общаться. Не бояться озвучивать идеи, делиться какими-то мнениями, то есть вести не монолог, а диалог. То есть обмениваться какими-то идеями, быть доброжелательными, улыбаться. Если какую-то идею высказывает чиновник, не нужно сразу браковать. Послушайте, потому что иногда они предлагают действительно стоящие какие-то идеи, потому что всё-таки они работают в этой сфере не просто так, у них есть какой-то обык за плечами. Точно так же мне говорили, да там в библиотеке сидят тётки старые, они ничего не знают, что они тебе могут научить. Поверьте, чиновники не просто так сидят на своих местах. У них у большинства опыт есть действительно за плечами. Та же тётенька в исполкоме, которая заведует молодёжью, она не просто там так сидит. Она с юности занималась организацией мероприятий в школе, где-то там в университете, и точно так же она сейчас продолжает этим заниматься. В библиотеке тётеньки, они хоть, да, может, в возрасте, но они очень классные идеи, много от себя. То есть не нужно относиться к предвзятым власти. У них, конечно, есть тоже свой опыт. Далее, когда мы идею свою презентовали, и вроде как получили уже одобрение, исполком заинтересовался, или там какой-то чиновник говорит, ну, ребят, хорошо, молодцы, давайте попробуем сделать ваш фестиваль воздушных шаров, попробуем, давайте. И они говорят, всё, что вам надо, заполните там документ какой-то. Или как в ГАИ нам говорят, заполните заявку на начальника нашего РОВД. И это очень важный пункт. Это, наверное, самый важный пункт из всех. Если его проигнорировать, то считается, что вся ваша работа пошла на смартфон. Мало заполучить одобрение, важно бумажку получить. Вот, и это как бы та самая бюрократия, которая многих пугает. Но на деле это, опять же, стереотип. Когда мне нужно было получить одобрение на библиотеку, мне нужно было заполнить, ну, где-то две бумажки. Причём эти бумажки выглядели так. Мне просто нужно было расписать, опять же, что мы собираемся делать в библиотеке, какие у нас планы, примерные мероприятия. То есть расписать, что ничего плохого с нами не будет, всё будет хорошо. Это заняло у меня, ну, один вечер. Вот мы посидели, придумывали наши правила, там, наши планы на год. И эту бумажку я занесла в исполком и в библиотек. И всё. И мне даже ничего не стоило это никаких трудов. Если бы тот парень, о котором я рассказывала вначале, со своим клубом настольных игр сделал эти две бумажки, они бы уже собирались легко и играли там в свои настольные игры хоть сколько угодно. Ну, вот он почему-то побоялся заполнить по-думану. И очень часто бывали такие случаи, да, вроде бы сообщество позитивное, с благим наверием, благое мероприятие. Вот совсем недавно было в Минске велопробег костюмированный. Закончило всё тем, что организатора забрали на 15 суток, и несколько участников тоже забрали на 15 суток. Вроде бы всё позитивно, велопробег, всё классно, никто ничего не нарушает. А всё банально было, потому что как-то не до конца он там договорился с исполком. Вроде бы на словах сказал, но какую-то бумажку там не подписала. И то есть вот эта мелочь, которую вот он не довёл до конца, стоила ему успеха мероприятия. Или, например, вот у нас здесь вот Дима со слуском, у него тоже был не очень удачный опыт, потому что вроде как исполком разрешил, а вроде и не разрешил. То есть этот вопрос нельзя и пускать из виду. То есть нужно всегда доводить до конца и быть уверенным, что всё официально. И четвёртый пункт, дальнейший план. Вот мы уже вроде собираемся выходить из исполкома, всё классно, уже договорились, получили там одобрение, бумажку подписали. Нужно рассказать, что вы собираетесь делать дальше. То есть расписать наши ближайшие мероприятия. То есть вот мы хотим ещё там фестиваль воздушных шаров на День молодёжи, а потом ещё хотим на День города. То есть нужно исполком держать в курсе своих планов, чтобы они знали, что вы там не однодневка сообщества, что у вас есть какие-то идеи, вы до готова сотрудничать. У нас время поджимое, поэтому мы там истанно. И я хочу уже, собственно, показать, чтобы не быть голословной, какие мероприятия мы реализовали вот по такому принципу, который я вам вот только что продемонстрировала. Наши реализованные проекты с майя 2014 года. Велопробеги, про которые я уже упоминала, мы их провели в МОМУ-7. Сначала мы катались без ГАИ, просто по улицам города. Отклик был ручь десный, потом мы решили пойти на новый уровень и уже привлекли госавтоинспекцию. Они очень тоже позитивно реагировали и вот уже нас сопровождали. Это было у нас мероприятие Велопикник, самое массовое, участвовало почти почти 200 велосипедистов. Вот, мы катались, участвовали очень разные люди, взрослые, дети. В общем, в этом году продолжим. Обязательно. В субботнике тоже очень успешное мероприятие. Мы его еще начинали с новым временем. Обычно мы приходили в лес и видели вот такую картину. Куча мусора. Потом мы это все убирали и собирали книжки. Также ребята чинили скамеечки. Вот это, кстати, Денис. Чинили скамеечки, нарисовали вот такую чудесную граффити, ребята. Была фотосушка. Ребята приезжают сюда. Вот, один приехал, пять. Было очень много разных мероприятий. То есть мы попытались сделать субботник творческим мероприятием. То есть у нас и песни были и танцы, и аниматор для детей, и чай, и все что угодно. Но мусор мы первую очередь убирали. То есть мусор это самая бедра. Отвлечение потом. Потом у нас был еще второй субботник. Чех людей было чуть поменьше. Собирали тоже мусор. Прохожие удивлялись. Типа, ребята, вы что? Лена, что вы делаете? Собирали это все в машину, вывозили, то есть не бросали в лесу, вывозили все на свалку. Кто-то даже на велосипедах вывозил. И что у нас было? Наши фишки в сводке, это у нас были такие чудесные купольные шатры, в которых у нас была челаут-зона, с чаем, с музыкой. Здесь у нас была еще сцена с музыкой. Были лекции, вот мы собирались, и до самого утра зависали на этой поля. И вот библиотека, про которую я тоже много говорила. Мы очень, как бы, сначала сомневались, что люди этот формат воспримут, потому что вроде как библиотека, что там делать, туда никто не ходит. Но там есть чудесный зал искусств, который отремонтирован, там хороший ремонт, там можно сделать выставку, можно смотреть фильмы, там есть проект, то есть можно делать все, что угодно. Первое наше мероприятие такое масштабное, это была чайная вечеринка. Было много чая, сладостей, и люди приходили даже в гипсе. Потом у нас еще был мастер-класс по изготовлению новогодних украшений перед Новым годом. Мы делали там декупаж шариков, снежинки вырезали, ну и там, в общем, начали было. Потом еще было замечательное мероприятие назад в 90-е. Мы скрипли по сусекам, приставку нашли, старый магнитофон, люди вот играли, опять наши пуск. Были плееры старые, старые кассеты магнитофон, фишки, играли прямо на полу. Ну, в общем, было интересно. И вот самое последнее наше мероприятие, тоже довольно удачное, я считаю, день фотографии. Инициатором был Александр Петухович, вот он стоит. Он подготовил замечательную выставку ретро-фототехники, вот даже с такими старинными экзотлярами были лекции. где он и Александр завтра выступит, здесь. Также мы пригласили старожилов наших, фотографов, которым довольно интересно было пообщаться с молодежью, очень эмоционально это все было. Ну, в общем, все остались довольны, библиотекари и гости. И у нас еще очень-очень много планов и идей на этот год, поэтому следите за нами. Вопросы у нас еще есть время, все? Уже все, к сожалению. Хорошо, если есть какие-то вопросы на коридоре, подойдите, ответьте. Спасибо, Леша. Последнее. Запишите, если кому нужен контактный телефон. И кому можно сказать.